Каждая хозяйка знает, что существует два типа стиральных порошков. Один для автоматических стиральных машин, другой для ручной стирки. Их главное отличие заключается в том, что каждый из них дает разное количество пены. Порошок для автоматической машины дает совсем немного. Порошок для ручной стирки дает пены значительно больше. Убедиться в этом проще всего можно, если взболтать эту воду венчиком. Это порошок для автоматической машины, а вот это порошок для ручной стирки. Хорошо видно, что порошок для ручной стирки дает намного больше пены и она значительно дольше держится. Именно поэтому этот порошок нельзя засыпать в автоматические стиральные машины, потому что иначе в ней будет слишком много пены и она не сможет нормально стирать. Но что мне стало интересно, а если в стиральную машину автоматическую засыпать не просто порошок для ручной стирки, А пожарный пенообразователь, что с ней будет тогда? Для образования густой пены пожарные используют 3-процентный раствор. Это значит, что на 10 литров воды, которая есть у меня в машине, мне требуется всего 300 мл пенного концентрата. Ну вот примерно вот так вот. Ну что, заливаем? Для того, чтобы ускорить эксперимент, мы немножко подшаманили стиральную машину, и теперь она может работать с водой в режиме отжима. Начали! Очень быстро пена набирается. Пошла уже. Со всех сторон потепло. О, как ее отключить? Как ее отключить? Мне кажется, это победа. Полная и безоговорочная капитуляция со стороны стиральной машины. Да, похоже, количество пены в нашем случае точно не влияет на качество стирки. Вот сломали стиральную машину. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok